Добрый день, дорогие друзья! С вами телеканал Мода и я, Анастасия Николаева, с рубрикой Мода от Кутюр. Сегодня мы в гостях у основателя и арт-директора Дома Моды Вимины Лизы Романюк. Творчество стилиста Лизы Романюк основывается на трех факторах. Классический стиль, безупречность исполнения и абсолютная современность. Она виртуозна и деликатна, вплетая тенденции в свою творческую концепцию, достигая сегодня полной гармонии в сочетании вчерашнего и завтрашнего. Коллекция Вимины – это дерзкие краски, роскошь комфорта, женственная прелесть образов и повседневный шик. И сегодня у нас есть уникальная возможность обсудить ее коллекцию «50 оттенков яркого», представленную в рамках недели моды в Москве, а именно коллекцию «Прет-а-порте» сезона «Осень-зима-2017-2018», а также поговорить о ее пути к успеху, сложностях и дальнейших творческих планах. Лиза, добрый день, очень рада нашей встрече. Добрый день, приветствую вас у нас в Доме моды. Для начала расскажу об истории марки и о твоем пути к успеху. С чего все начиналось? История марки была задумана более 25 лет. И начиналось это все с того, что мы просто, вернее даже я, выбирала оборудование. Еще не зная, кто будет у меня работать и какая команда, я просто хотела нести красоту для наших женщин. Как ты пришла к профессиям? Это мечты, которые я реализовала. Так же, как многие мечтают долго, а потом бывают возможности, они их реализуют. И когда ты поняла, что мода – это действительно твое призвание? Я думаю, что сразу, как только начали мы работать, я поняла, что мода – мое призвание. Но для этого пришлось найти команду, собрать ее, творческую группу. Не просто я одна, один в поле не воин. И, конечно, много сил, усилий, трудностей в организации. Но это все было легко, потому что мечта оставалась мечтой. Да, и только мечта смогла принести такие плоды? Да, ну, наверное, не только мечта. Я по знаку зодиака-дева, и если я что-то начинаю, то у меня всегда должно быть все идти так, как я задумываю. Виза, ты помнишь свою первую шиту вещь? Да, это был предмет из кожи. Как он выглядел, что это было? Платье, куртка? Это была куртка, достаточно простая в крое. В те годы в России практически не было такой одежды. И одежда из кожи, которую мы шили, пользовалась большим успехом. Тогда мы еще не назывались домом моды, а просто были производством. А расскажи, где ты черпаешь вдохновение? Может быть, это путешествия, музеи, театры, просто прогулки, природа? Все, что тобой перечислено, все, конечно, меня вдохновляет. А иногда просто какой-то прекрасный сон. То есть ты можешь с утра проснуться, записать, предположим, свой сон? Мне не надо записывать. Я практически никогда ничего не записываю. У меня все в голове. И приходит какой-то образ? Приходит какой-то образ. Если я где-то путешествую, я обязательно приношу с собой массу впечатлений. То есть, когда меняется картинка, я тут же вижу новые образы. Очень полезно уезжать из страны и видеть другой климат, других людей, другие витрины. Это очень полезно для дизайнера. Лиза, а с какими тканями тебе нравится работать больше всего? Я люблю натуральные ткани, все без остатка. И все то, что касается синтетики, меня никогда не интересовало. Расскажи о своем обычном трудовом дне. Как он начинается и как он заканчивается? Если говорить о сегодняшнем трудовом дне, он начинается дома утром, достаточно поздним утром. У меня есть домашние какие-то обязанности и семейные. И где-то к обеду я уже здесь на работе. Как правило, я работаю с дизайнерами, с тканями. У меня много административной работы, работа с пиар-отделом. Все то, что касается руководителя большой компании. А что касается особенностей российского производства? Давай поговорим об этом. Особенности российского производства, в принципе, наверное, такие же, как и в Европе. Может быть, больше штат шире, потому что в европейских компаниях значительно меньше сотрудников на данный объем работы. А в принципе, наверное, то же самое. Так как я училась в Европе, и я поставила производство и весь механизм работы, так как это делают европейские. По европейскому стандарту. Лиза, я осведомлена, что ты одеваешь многих российских звезд. Расскажи, кого конкретно, кто является фаворитом, и вообще может ли твой клиент превратиться в твою подругу? Конечно, может. Все дамы или девушки, которые приходят ко мне, остаются моими добрыми приятелями, а потом и становятся друзьями. У меня одевается большое количество медийных лиц, известных актрис. Но весь список обширен, я не буду перечислять все. Это Талызина, Ира Сашина, Светлана Зейналова. И список можно до бесконечности перечислять. Все они мне безумно симпатичны. Я всегда рада их видеть. Я рада видеть их и здесь, и на каких-то вечерах, и на их спектаклях. Так что отношения всегда самые теплые. По характеру ли сложно? Ну, это же люди все-таки медийные, у всех свой характер. Сложно ли найти подход? Я не думаю. Я никогда не искала подход. Я такая, какая я всегда. И всегда все очень хорошо складывается. Предлагаю еще раз окануться в атмосферу показа и более подробно рассказать о коллекции. Итак, как мы видим, начинается показ, который прошел в рамках недели моды в Москве. Сезон осень-зима 2017-2018. Я предлагаю рассказать более подробно о каждой модели одежды, которая представлена на подиуме. А вот на подиуме первая модель, или с юмором профессионалы говорят открывашка. А почему именно эта модель Лиза открыла показ? Расскажи, пожалуйста, подробнее о ней. Не зря же она первая. Эти две модели, которые сейчас вы видите на подиуме, сделаны, выполнены из дубленки, с аппликации. Дальше вы увидите в показе ткани, рисунок которой будет повторять аппликацию этих дубленок. Почему эти первые модели открывают? Они открывают так, чтобы заявить, что это зимний показ, что это сезон следующего, осень-зима, следующего холодного времени года. И они выходят по две. То есть открывают две модели, а потом уже... две модели, которые очень хорошо смотрелись вместе, они вышли в паре. Обычно показ строит режиссер показ. Мы задумываем его, решаем, в каких он будет тонах, сколько будет выходов и каких. А режиссер вносит свою художественную лепту. Это действующее лицо, который... От которого зависит успех, конечный успех, последний, вот акцент или аккорд на все то, что мы сделали. Поговорим давай об аксессуарах. Браслеты, сережки, украшения на шее, такие увесистые. Это настоящие камни или это просто аксессуары, бижутерия? Здесь есть разные украшения. Есть и полудрагоценные камни, есть и бижутерия. Есть очень много украшений из хрусталя Зваровский. Так как не в первых выходах вы видите, что украшений минимум. Зато сумки из натурального меха, кожаные перчатки удлиненные, маленькие кожаные перчатки, которые дополняют ансамбль и создают образ. Это все важно. Сейчас на подиуме идет девушка в трикотажном вязаном платье с утепленной курточкой. Вместо пуховика вязаная одежда. Это практически такая же модель, только до оттенка, да? Да, платье очень похоже, а сверху накидка, которая будет в следующем году очень в тренде. То есть накидка сделана... Она утеплена, да, она носит тикон из вязаного шерстяного трикотажа. Минус 20 даже будет тепло. Я думаю, что будет очень уютно. Расскажи, пожалуйста, об этом модели. Это модель. Здесь кашемировые брюки. Видите, какие длинные манжеты. Такие свободный кардиган. И внизу топ. Отделанный кружевом. Это дань буревому стилю модного теплой. Потрясающее фиолетовое платье в пол. Вечернее. Да, вечернее платье. Вверх из бархата. А юбка пышная. Это ткань кутюр. Тафта шелковая. И вы видите, что аппликация по бархату идет, ручную работу, потому что это вещь практически открытой. Она тяжелая сама по себе? Она невесомая. Невесомая. Она невесомая. Какая обувь не модели? А вы с кем сотрудничаете? Это или ваша модель? Нет, это коллекция моей обуви. Каждому показанному обновляем ее. Но у меня очень обширная коллекция обуви. Вот это интересное пальто-накидка, отделанное лаской натуральным мехом. Шерсть вот с таким принтом. В дубленках вы увидели этот же рисунок. Психология цвета в твоей коллекции. Нежные цвета открывают, да, а потом приходят и более яркие. В этом году фантазия была такова сделать коллекцию яркой. Зиму позитивной. Ткани выбираются практически за год и задумываются все это за несколько месяцев. Эта коллекция создается несколько месяцев. Вы видите, что шелк имеет такой же принт, как и шерсть. Прошла накидка с таким же принтом. Теперь шелковое платье с тонким французским кружевом. Лиз, расскажи, как происходит выбор декораций к показу музыка в самой работе режиссера. Иногда хочется сделать какую-то объемную декорацию, поразить всех. В этот раз... Ну, у тебя все очень лаконично. В этот раз лаконично. Подиум, как будто лед и снег, так как это зима. Но это не лед, не снег. Конечно, нет. Так бы модели бы скользили, как на коньках. Да, это имитация. Но к этой яркой коллекции не хотелось вставить ничего другого. Отвлекающее внимание от самого... Да, у нас было все. У нас даже был рояль, за ним сидели, играла девочка маленькая. Но в этот раз решили, что декорация здесь что-то везде интересного пройдет. Ты сама выбирала музыку? Музыку подбирает режиссер, измелька оператор. Но обязательно... Что-то не твердало. Обязательно мы с ним советуемся. Я никогда не утвердаю, потому что очень талантливый режиссер, Евгений Глазов. Я с ним сотрудничаю многие годы, недоверяю ему. Но обязательно мы с ним советуемся. Вот эти платья, которые идут сейчас в покое... Это тонкая, да, тонкая сетка. У нее натуральный шелк с напылением блестящим. И вышивка сверху по сетке. Есть несколько оттенков, да, Аня? Здесь разные оттенки, разные рисунки. Есть и купонные, есть и полностью вышивка. Это бархатное платье. Бархат сейчас по всех видах, в тренде. Очень видит моден. С аппликацией, Лиза? Здесь аппликация цветами, которые были на платье предыдущем. Красивая спина. Красивая спина. Это коктейльное платье. Очень любопытное. Лиза, очень интересно, а какие критерии к моделям? Почему именно эти модели? Как проходил кастинг? Выбирал ли ты, где кто-то помогал? Вот вообще, как это все происходит? Обычный кастинг проводит режиссер. Я присутствую. Если эта модель новая, я обязательно должна с ними познакомиться. Самое главное, чтобы они хорошо умели, ходить по подиуму и умели вынести одельку так, преподнести так, как мы бы хотели. Рост, соответственно, в стандарту. В стандарту. Обязательно очень хорошая осанка. Это просто мы видим обязательное качество модели. Вот это пальто из натурального шелка, утепленного, стеганого. И оделка из 100% шелка. А прически у девочек очень интересные прически. Я вот заметила, что у них практически у всех не крашеные волосы, натуральные. Вот. И прически такие больше вечерние. Немного небрежные, легкие, но вечерние. Да, с тем, что коллекция осень-зима, хотелось все-таки волосы поднять. Но плоско делать тоже как-то не хотелось. Вы увидите, что большая часть коллекции вечерних платьев, вечерних туалетов от культур. Поэтому мы сделали такую универсальную прическу, слегка небрежную. Она идет к лицу. И нашим моделям она очень понравилась. Обязательно спрашиваю моделей. Вам нравится прическа? Вы нравитесь себе? Чтобы они себя ощущали хорошо в образе? Есть они примеры, да? Умеренность передается, конечно. Есть один вариант, да? Мы потом на последнем этапе женщины не умеем. Хотя мы продумали давно эту макияжную часть, мы это были давно продуманы. Но опять же вместе с режиссером в паре мы работаем. Последние дни мы покажем, работаем вдвоем. Это плоти, с кожи, с пол. Платье сарафан, нужно вот так назвать. Очень элегантное. И мяки из... Из тонкого французского круга. Это шифон с бархатным. Верх выполнен из бархата. Аппликация из меха-пласты. Очень элегантная. И тоже ручная работа. Вот все, то, что сверху, это аппликация. Одностейная макияжа, неброски. Макияж классический. Стилисты предлагали сделать белые напиливанные реснички. Я решила, что пусть платье говорится. Масте себе. Расскажи об этой модели. И опять же, бархат из 100% любого шелка, элегантное платье-футляр с аппликацией стразы-зваровские платья-футляры и мисы. И в этом платье можно пройти на другую среду кералов, театр. И очень уникальный сад. Так же шифон с красным бархатом. Длинная, удлиненная блуза. Тоже, как сейчас опять очень модно. Широкие брюки с большим манжетой. Платье с джерси. Как вы видите, перемежается коктейль с каждоднямой одежды, чтобы не было скучно на подиуме. Идет небольшой спектакль. Вроде бы все лаконично, все просто, но спектакль идет. Долго ли создавалась эта коллекция? Она создается... Как скруплезно-то работа над каждым моделью. Да, я думаю, что, как всегда, она создается несколько месяцев. И каждая модель очень быстро рождается. Главное продумать целостность коллекции, а потом дальше все идет сама по себе. Работает целая команда конструкторов. Ну, главный идейный вдохновитель, конечно же, художественный руководитель, конечно же. Но это же не сразу у тебя пришло такое вдохновение. Ты всю... Сколько ты в позиции? Около 80-ти. В этой коллекции 49 выходов. Но, конечно, коллекция была больше. Не всю... На это все нужно время. Да. Я очень быстро работаю. Вдохновение умеет. Оно на ходу. Раз, два, три. Стрясающе. Когда выбираешь ткань, то понимаешь, что это будет. Это гофрированный мешок. Вечернее платье. Очень красиво. Очень просто, лаконичный наряд. В твоей линии одежды есть и аксессуары, и пояса, и... Красивость. Сумки, да. Сумки, если бы обратить. Сумки, клатчи, туфли. Все, что нужно. И на выход. Клатчи, да. Клатчи иногда мы сами изготавливаем. Ну, чаще всего берут все так фирменные вещи. Это из тонкого шифона юбка. Баркета теплого, утепленного, на вкусно-пылильном золото. Курточка. Опять же, белый баркет с атласом. Это юбка? Да. Это юбка и маленькие жакеты, то есть ткань. Ткань с тканью. Она на талии, да? Она высокая посадка. Обычная посадка, интересный крой. Много баркета, немного шоу, по комбинации. Да, добавили перчатки. У тебя есть модель-фаворит? Думаю, что в этой коллекции есть модели, которые со мной уже много лет. Я их очень люблю. На молоденькие девушки тоже были очаровательные. Когда я вышла за кулисы, я благодарила всех. Я не могу долго никого видеть. Все работали очень хорошо. Относительно одежды, модели одежды. Модели одежды. Может, первая или последняя, которая закрывает показы? Нет, вся коллекция интересная. Там есть и спортивные модели, и есть вечерние, есть коктейльные, и есть то, что издается кожа. Они симпатичны и приятны мне. В этот раз как раз я была очень довольна показом. Мне не хотелось тут же это забыть, как иногда бывает. Забыть и начать новое. Нет, я с удовольствием сейчас смотрю еще один раз. Докрированный шокс по проценту. Интересно, сколько у меня обычно. Хотела ли ты в будущем, может быть, создать свадебные платья? Каждый раз наши показы традиционно заканчиваются свадебными платьями. Хотя сейчас... Нет, отдельная линия, которая не будет входить в пару платьев в показ. Думаю, что нет. Думаю, что это мне будет неинтересно. Больше меня привлекает вечер. Просто пару, да? Пару платьев? Да, обычно мы одно платье закрываем пока с одним свадебным платьем и все. Это шифер с бархатом и кружевом. Ручную работу. Очень простенькое платье, но зато оно современное по кроме. Сколько уходит времени для создания одной модели? Конструкция по-разному. Если это что-то сложное и необычное, то больше времени. Если есть ручная вышивка, то естественно. Или какая-то ручная работа. Больше неравномерно. Я не могу сказать, что недели или месяц. По-разному. На подиуме кожаная юбка в пол и тончайшая блузка из французского кружева. Чернее платье из шифона. Комбинированное бархатом с коричневым поясом. С украшением Зваровским. Все платья очень удобно в носке. Нет никаких тяжелых деталей. Все очень легкое, воздушное. Я коллекция. Вся концепция коллекции и вообще мои работы. Мы оправданы на то, чтобы платье было удобнее. Чтобы не мыть для платья, а платье с французского кружева. И смотрю на твои модели, на твою коллекцию одежды. И что-то такое впечатление, что ты работаешь 24 часа в сутки. У меня есть способность быстро работать. Но суть по всему, ты выделяешь определенное время. В работе сконцентрированно отдаешься этому времени и потом отдыхаешь. Иногда отдыхаю, иногда думаю о том, что я сделала за день и что предстоит сделать. Просто отключиться совсем, наверное, не получается. Потому что кроме создания коллекции существует еще и бизнес. А сколько часов в день ты работаешь? Ну, по-разному. Очень красивая модель. Это кружево, да. Да, с бархатом, комбинированная с бархатом. Асимметричный вверх. Очень интересно. Вскроем. Красивая модель. Итак, расскажи об этой модели. Это коктейльное платье, не скорее, но по ткани вечернее. Платье кутюр, тончайшая невидимая сетка и рисунок в виде веток тканей бисерной. А что на шее? Обзорильный Зваровский. Издалека остается впечатление о том, что это просто девушка практически обнажена. И такие морозные разводы. Да, может быть, это и изморист. Кто как сфантазирует. Мне кажется, что это ветки из индивидов, где нельзя. Вот и подходит показ к концу завершения. Сколько примерно по времени? Ну, где-то меньше. Да, меньше получился. Чем скоро на сцене появится завершающая модель? Да. Это опять-таки тонкая сетка. Все на натуральном шелку, подкладка. Ярко-красивая, ярко-красивая, ярко-красивая рисунок полевых цветов, подойдет, ну, девушке. Вот молоденькая девушка. Ты новая, да? Девушка, да. Как она ровно, с достоинством себя несет. Воздушная. Да. Здесь желтые ирисы. И декольте отделаны металлизированной кожей. Золотой. Тоже все ручная работа, да? Конечно, ручная. Все это разделено. Эти квадраты, они вручную все сшиты. Если платье уже в единственном изюмпиаре, да? Вечернее платье только в единственном. А если кто-то хочет приобрести три твоих платья вечерних, ты и шьешь на заказ? Точно такое же уже не будешь. Нет, оно единичное. В этом прелесть, конечно, вещей от кутю. Что оно одно, только для тебя единственное. Это тонкая-тонкая органза на шелке. Вверх выполнен из кожи серебряные, натуральные. Ручная работа и ожерелье из Боровских. Больше никаких украшений. Ни сумочек, ни чего. Само платье за себя говорит. Невесомое, красивое платье. Самое главное, удобное. Это уже видно по моделям, как они идут. В этих платьях можно ходить, сидеть, танцевать. Здесь опять полюбуют цветы, но они уже нападут. В подол ходят. Это также натуральная кожа. Это кожа натуральная, тоже ручная работа. Дизайнерские украшения. Очень красивые с элементами натуральных камней. Еще одно вечернее. Еще одно вечернее уплатье. У нас совершенно по-другому скроено. Драпированный вверх. Аппликация на рукавах. Ожерелье Зворовский. Везде присутствуют бархатные ремни. Отдаем дань теперешней моде. Бархат, запомните, в следующем сезоне будет филаритом. Маст хэв. Сколько вечерних платьев у тебя в линейке в этой коллекции? Где-то порядка 28-30 лет. Много. Но я считаю, коктейли платья складываю. Потому что они однозначно хороши. Так, на подиуме скрывашка. Это модель, которая закрывает показы. Обычно последняя модель это то, чем хочет вас гордиться дизайнер. В этом случае это свадебное платье. Расскажите, о нем очень захватывающе. Свадебное платье из необыкновенной ткани, жаккарда, шелкового, двойного. На это платье ушло 18 метров. Прелестной ткани, слегка-слегка голубоватой. Средневековый такой намек, да, какой-то есть в этом чувствуется? Да, диадема, конечно, сделает свое дело. Может быть, пышный рукав. Последнее платье, мне оно, конечно, безумно нравится, оно трогательное. Но это символ того, что следующую коллекцию мы начнем с чистого места. Поэтому мы заканчиваем свадебное платье. Необыкновенная красота, очень утонченная модель. Платье легкое, невесомое. В нем тоже задумано. Да, если невеста оденет это платье, у нее очень будет удобно. А какая подкладка? Там орган за 100% ушелка. Несколько слоев органза, никаких кринолинов, ничего тяжелого. Ну, нет. У вас больше. Вспоминаю, как всегда мучаются бедные невесты. Я думаю, что в этом платье им будет комфортно танцевать до утра. Да, его можно и не переодевать при желании, да. Итак, финальный выход участниц показа. Это очень волнительно. Скоро на подиуме появишь ты. В чем ты собиралась выйти? В итоге я вышла. В какой одежде? Я обычно долго не думаю. Чаще всего я просто снимаю свеженькое какое-то платье, которое готово уже к показу. В этот раз такого мне не попалось. Чтобы я хотела одеть. Я одела просто простенькое светлое платье. Лиза, такая красота. Расскажи о своих эмоциях. Ты плакала. Как вообще все? Прошел последний, финальный выход. Как вообще все происходило? В моей жизни было очень много показов и в России, и за рубежом. Я всегда смотрю и критикую. Если я вижу недостатки, на подиуме это очень хорошо видно. Тут ни одного недостатка. В этот раз особенно придраться, ну, может быть, какие-то маленькие нюансы, мелочи, которые никак меня не огорчили. Я была довольна проделанной работой. Потрясающее платье. Тебе так идет этот светлый цвет. Мне идет белый цвет, да. Ну, она простенькая. А что за материал? Это вязаное платье, трикотаж, без кожи, без кожи. Наверное, еще долго стояла собирала цветы. Да, цветов всегда дарит очень много. И белая, белая, невеста в белом, ты в белом. Очень органично смотритесь в последний финальный. Это, наверное, неправильно. Неправильно? Ну, конечно. Но невеста все-таки бледно-голубом, поэтому я позволила себе пойти в белом. Здесь все цветы дают мои друзья. На ногах у тебя твоя же марка, да? Обувь мою создаем сами. Из моей коллекции. Таня Николаева. Так как ты уже привыкла, то не первый показ слез не вижу, только улыбка, радость. Нет, никаких слез. Вообще-то я очень сдержана. Да, это и видно. Сдержанно улыбаешься. Ну, мне приятно, конечно, потом, когда тебе дарят цветы, ты не можешь не благодарить улыбкой людей. Некоторые стесняются подойти, я махаю рукой, чтобы... Еще говорят какие-то слова, мешают вообще. Вот так. Сейчас тебе буду помогать. Да, помогает, потому что цветов очень много. И друзья пытаются сделать так, чтобы мне было не террелох. Создать такую шикарную коллекцию вечерних платьев, я представляю, какой популярностью она пользуется. И не только у наших звезд, но, я думаю, у многих женщин, которые просто хотят почувствовать себя уверенно, женственно, элегантно, не прибегают к твоей марке одежды. Вон доме мод. Я думаю, что для женщин это хороший урок, эстетический. И не обязательно приобретать у меня одежду, но просто посмотреть, какие сочетания цветов, фактур сейчас в тренде. Ну, такое небольшое учебное пособие. Лиза, ты много училась тому, чем сейчас занимаешься. Скажи, пожалуйста, для тебя важно профессиональное образование? Потому что сейчас на нашей индустрии моды очень много дизайнеров, которые не получали никакого образования. Так сказать, дизайнеры-самоучки. И у них, однако, неплохо получается. Расскажи твой подход к этому вопросу. Я считаю, что у нас много дизайнеров, которые получили образование. Есть дизайнеры-самоучки. Я не получала классического образования, но я училась в Италии. У меня был прекрасный учитель, и училась я и на практике, на разных производствах много лет. Я могу привести примеры таких знаменитостей, как Мальевич, Ван Гог. Они тоже не получали классического образования. Они кончали какие-то курсы или вечерние. Они в школу, которую не заканчивали, не завершали. Но они стали гениальными. Я не хочу себя поставить в этот ряд, но я училась именно так, как эти известные люди. Ализа, можно узнать твое отношение к масс-маркету? Как ты вообще относишься к вот этим большим точкам продаж? Где, ну, там, такие как Zara, H&M. Что ты считаешь по этому поводу? Я считаю, что это необходимо. Не каждый человек может одеться в бутике. Не то, что не каждый, а очень маленький процент может себе позволить пойти в дорогой магазин и одеться с ног до головы. Если иметь хороший вкус, можно одеться и в Zara, и в любой другой фирме. Но важно, чтобы именно эта одежда была хорошего качества. Из хороших тканей, талантливо придуманные модели, удобные лекала. Поэтому я отношусь положительно и работаю в этом направлении, учитывая все недостатки других больших фирм-монстров. Да, у тебя отлично получается. Да, неплохо получается. Ты знаешь, сейчас во время инстаграма бума, появления соцсетей, каждый дизайнер занимается тем, что развивает свои соцсети. Расскажи о своем отношении к этому. Сейчас можно получить огромную популярность только с помощью компьютера. Я считаю, что интернет – это реклама века. И правильно они делают, что они получают большое признание масс. Единственное, что ко всем этим высказываниям, аналитическим справкам, которые пишутся, нужно подходить разумно, чтобы там не было мусора. Я не против современной рекламы, которая двигает продажами, открывает людям новые имена. Лиз, а как ты относишься к критике? Замечательно. Я отношусь к критике. Но честно сказать, что за все эти годы, что я работаю, отрицательной критики практически я не слышу. Может быть, один или два раза. Всегда только положительно. Мне даже скучно. А если меня критикуют, я могу сделать выводы. Значит, я интересна. Да, и может быть, поработать над ошибками, если они есть. Ну, думаю, те люди, которые критикуют, они этих ошибок просто не видят и не понимают. Это некомпетентно. Лиз, скажи, пожалуйста, а на какие-то светские мероприятия, вечеринки, свадьбы, которые ты посещаешь, ты одеваешь исключительно свои вещи или ты отдаешь подпочинение каким-то другим маркам? Вечерние платья только свои, потому что я думаю, что я не нашла бы такого огромного выбора, как у нас. И для себя, и для души не нашла бы нигде. Конечно, любимые марки у меня есть. Армани, Шанель и Кристиан Диор. Но это только каждодневная одежда, трикотаж. То, что мы сами не вяжем, не делаем, то, что у нас нет. А обращаешь ли ты внимание на последние модные тенденции? Как всякий дизайнер, я слежу за всеми тенденциями. Но я не могу сказать, что я скорпулезно просматриваю каждый показ. Все недели моды, постоянно все это выискиваю. У меня есть чувство, предвидение, что будет модно. Какие будут модные цвета, какие придут линии, какие будут прибавки, какая свобода. Я это все чувствую. Это мне дано от природы. Поэтому я могу даже не заглянуть ни в какой глянцевый журнал и не смотреть ни одну неделю моды. И создать новую коллекцию, она будет абсолютно современной. Кстати, о неделе моды. Расскажи о своем отношении к неделе моды и до чего вообще нам нужна эта неделя моды. Неделя моды нужна для тех домов моды, которые обязаны по законам моды показывать сезонные коллекции. Я была очень рада, когда у нас возникла неделя моды. Можно было показать коллекцию для аудитории наших российских женщин. Не ездить в Милан или во Францию с коллекциями, а именно для нашей российской женщины. Для девушки, для тех людей, которые интересуются модой, но не имеют возможности поехать на показы. Поэтому я просто приветствую это. Наша неделя, она международная, она кредитована. Потихоньку приезжают иностранцы со своими коллекциями. Надеемся, что она будет расти. Однако очень мало байеров. Почему у нас такая ситуация? А потому что, видимо, мы не привыкли к тому, чтобы на неделе моды были байеры, были ведущие журналы модные, были люди из экономики. Наверное, нужна привычка. Со временем все это оживет. Неделя моды в Милане обычно проходит следующим образом. Это байеры, это большое количество журналистов, прессы, руководители недели моды, какие-то политические деятели, которые приходят поддержать дизайнера. У нас это все не так. Но зато у нас есть благодарный зритель. То есть ты считаешь, что у российской индустрии моды вообще очень много в будущем перспектив? И она на правильном пути? Конечно. Главное, надо трудиться. И не уходить потом в бизнес, когда прекрасная какая-нибудь компания создает одежду, потом это очень сложно становится. Они покупают готовую одежду, меняют марку и выдают ее за свою. Сейчас сплошь и рядом большие и крупные компании так и делают. У них нет полного замкнутого цикла, так как у нас. Мы создаем сами все конструкции, всю коллекцию полностью сами. Сами отшиваем и уже реализуем на нашем рынке. Какой ты себя видишь в профессиональном плане через 5-10 лет? Расскажи нам о своих именно творческих, профессиональных планах. Чего бы хотелось? О чем мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы моя компания существовала, чтобы она развивалась. Мне хочется, чтобы больше пришло молодежи работать. Так как мы здесь выучили многих, они приходили с первого курса института и работают, и работают. Я думаю, что, наверное, вот в этом радость будет. Чтобы вокруг было красиво, чтобы цвели цветы, чтобы все были счастливы, улыбались. Вот какие мечты. Какие наставления ты могла дать начинающему дизайнеру? Чему нужно быть готовой? Каким сложностям, преградам? Ну, я бы сказала так, с юмором. Забудьте все, чему вас учили в институте, и давайте начнем учиться заново. Ильза, что бы ты могла пожелать телезрителям телеканала МОДА? Я бы пожелала телезрительницам искать себя, экспериментировать с платьями, одеждой, с прической, находить новые варианты имиджа. Не отчаиваться, если появились маленькие морщинки. А мечтать и пытаться сделать себя совершенной. Ну, и счастье, конечно. Большое спасибо за интересную беседу. Я получила огромное удовольствие, общаясь с тобой, Лиза. И хочу искренне пожелать тебе успеха, творческого развития, много-много улыбок. Улыбок близких, родных и радость твоих клиенток. Спасибо огромное, Настя, за теплые слова. Я рада была знакомству. Твоя лучезарная улыбка сегодняшнюю передачу согрела. Я желаю тебе больших успехов на твоем творческом пути. Спасибо большое. И на этом я заканчиваю нашу передачу, напоминая, что мы были в гостях в модном доме Лизы Романюк-Вимина. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого модного и актуального. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова